Сегодня у нас, как всегда, регламент стандартный, то есть два входа из доклада. Далее, как сказать, ну, скажем так, мини-выступления, дискуссионные выступления. И дальше, я надеюсь, привести с вами экспертный опрос. Немного немало. Поскольку мы сегодня введем вас всех в проблематику конкретных угроз, связанных, мы их посмотрим. А дальше, в конце, по итогу мероприятия, я надеюсь, что мы сможем сделать ранжирование угроз. Я предложу классификацию ранжирования. К сожалению, я надеюсь, что сегодня у нас будет определенная методика, значит, теоретизация угроза. Поскольку у нее нет, пришлось ее, сказать, создать, придумать. Предложу вам на ваш суд. Возможно, что мы увидим результат с еще одной методикой описывания риск-менеджмента в условиях глобальной стивилизации. Вот такая история. Рекламенту совершила следующий. Два опорных доклада. Далее. Вопросы и ответы на понимание, а не на диспуты, на удовлетворение собственного эгоизма, что я не так вижу мир. Это, так сказать, консорциум интересует в меньшей степени. То есть, нужно услышать спикера-лектора, принять к сведению его информацию, правильно его понять. А уже в конце, в формате диспута, вы сказать все, что о нем думаете. Но соблюдая человеческую, деловую и научную критику. Надеюсь, эти правила, так сказать, для всех, как бы, доведены, все в курсе. Итак, дорогие друзья, объявляю официально по начале мероприятия круглого стола в рамках работы научного консорциума под названием «Устойчивое развитие 2030+.» Почему такое название со знаком «плюс»? Потому что мы говорим о развитии данного методологического подхода за пределами планирования ООН. Поскольку, возможно, это знают не все, что концепция устойчивого развития подписана в ООН в форме декларации. Писали все имеющиеся в списке ООН страны мира. Эта декларация работает на периоде от 2013 до 2030 год. Эта декларация очевидна, что буксует. Она очевидна, что не полноценна и не очень может быть состоятельна, как в теории, так в практике. Поэтому есть необходимость острая, острейшая усовершенствовать эту методологию. Первое и второе предложить на базе усовершенствованного методологического ядра, базиса, новые подходы, чтобы проектировать на следующем периоде более удачную концепцию. Более удачную методику, методику и прочие составные части. Позволю себе начать с вводной, значит, организационной модели, а дальше я потихонечку перейду к формату выступлений. Я подготовил презентацию, где я попробую писать, чтобы удачную концепцию. Продолжение следует... Продолжение следует...